доброе утро среда вот таз транзита наша экспедиция время 8 утра мы уже забрали свои x и в общем все как бы я уже оплатил он у меня брал тикиф вместе с и иксами я оплатил по ходу на месте посмотрим когда подъедем на выезд видите стоянка уже пустая нет никого сейчас выясним чего сколько нам куда ехать как во сколько сейчас 8 я думаю часов 10 рванем отсюда раньше смысла нету 14 копейками поезд 10 евро здесь стоянка стоит атака и всего пункта оплаты будочки по оплате идем посмотрим и поедем грузиться на паровоз что это за зверь и как его едят не имея ни малейшего понятия оплачиваешь потом вот эту вот хрень наверно закидаешь то это у кого просто шлагбаум подымается они по целепасу платят а так вот он забрасываешь тикет и потом оплачиваешь прикладываешь не знаю мне сказали что у меня все оплачено поэтому я пока не буду забрасывать хотя почему принципе можно попробовать вообще зачем меня все оплачено если что потом закинем так пойдем сейчас проверим если там австрийские приборы сервис на той заправочке вряд ли конечно ну пойдем глянем у нас то прибор до кавышки провязан если что его перри провязать надо было вы ну либо здесь это сделаем либо может какую заправку еще до границы встретим либо в австрии уже в самой когда может с поезда сгрузимся может там будет разберемся пойдем сейчас тут посмотрим вряд ли конечно но мало ли магазинчике тут тоже есть нету здесь на этой заправке погол этого ничего взял бутылку воды 6 булочек вот монкомат есть если что вот душевые пожалуйста идите мойтесь туалет душевые без проблем стоимость входит парковки я вчера обмылся в общем-то мне сегодня пока не обязательно слишком часто мыться тоже весь загар смоется так вот до 6 булочек бутылка воды 270 охренеть но это ценник вроде вчера булочек зал так много ж не возьмешь они черстреют вчера 6 штук взял 2 пообедал бутерброды сегодня утром чай попил две штуки осталось вот еще 6 вон еще эти кассовые банкоматы по оплате здесь даже отель есть можно в гостинице переночевать при желании видите пусто пусто почти никого нет все разъехались а вчера яблоку было негде упасть отель брендер вот так вот интересно яйцо наставляет здесь и поехал приедет потом голландец какой итальянец какой-нибудь а это итальянец привез приедет какой-нибудь австрияк или немец заберет это все дело точно так же платформой подцепит и поедет о р-500 у него видите как круто все четко все быстро подъехал оставил уехал ну а мы вон где тут все все было забито вот здесь было не ни одного места свободно вот как бы вот так вот машины стояли вот я еще сбоку прижался проезд был не без затруднений но проезд был еще минске вот видите тут рентген вот вольво минская стоит еще вот он тут я думал туда засунуться где он стоит потому что там вот туда дальше все вглубь все все было заставлено сюда можно было залезть вот он после меня уже видно ночью приехал засунулся а так все 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 вот как-то так какая красота снег горах видеть наверху горы горы италия горная австрия будем а за австрией наблюдать из окошка паровоза с машиной все хорошо обходил смотрел кроме ржавого палетника все поехали тут такая у нас в 13 20 поезд через четыре часа поедем час австрийским прибором надо перепровязать его другой карте поэтому поедем заранее 18 километров не до границы сейчас проверим как она работает работает или не работает должен сейчас вот эту штуку сюда закинуть и меня должно выпустить и так наверно и так нет что-то не срабатывает пойдем в оплату еще 7 евро заплатил за парковку крохоборы 10 евро за таможенную заплатил и еще 7 евро за просто за стоянку на европа европа за все нужно платить и причем не по-детски нужно платить так сейчас нам нужно тут еще пипитена попасть е-мое и тут надо тики взять да чтоб развернуться сейчас мы поедем сейчас мы развернемся серьезно это надо заплатить ну а вон полиция контроль стоит видите итальянская по-другому не выездишь сейчас уходим здесь на разворот и интересность меня тут же тут же сдерут или не сдерут а сейчас посмотрим и просто даже интересно я ж буду все равно через платежку ехать готовность через 950 метров двигаться прямо сейчас посмотрим и там тикет закинем там все ночи сплатка будет приведерчи италия в принципе все понравилось понравилось мне в италию ездить мне нравится что вот эти души вот бесплатно вай фай на заправке вот бери сколько хочешь воруй сколько твоей душе угодно не надо за это платить под подсоединился и заради бога но сейчас посмотрим вот за то что я развернулся с меня бабло сделают или нет а может я неправильно поехал потому что моего как-то по-другому я что-то по другой дороге не ездил неправильно но вот и ой нате нате вам ваш тикет интро дура и динара у нас 310 надо заплатить вы представляете за что гатте и бомбе аджон танки чек давай грация играться сейчас опять сюда же надо будет выезжать опять вот сюда на эту платку может я чего-то натупил я не понимаю не пойму уж как-то можно было с этой вот сюда попасть я на выезд выехал там вы сами видели другой дороги не было вот с этого порта софта хоффа с этого вот может как-то можно было сюда приехать может быть я не знаю но сам факт за то что как раз вернулся 3 евро 10 копеек и вот и любезны заплатить а может и нет чего-то мне кажется что вряд ли да автохофф соль паркинг вот видите указатель то есть другого другого другой возможности попасть ну сами случае я не вижу огонь развернулся за 3 евро к класс 3 8 240 и 10 центов за 250 200 штат рублей если на русский сейчас опять тикет надо брать ограничение скорости 30 километров в час и что и тут и тут опять час 3 10 заплачу я ничего не понимаю сейчас еще 3 10 смотрите от слюня в любик воли не видать нету другой дороги там бы на кольце было там указано авто порта авто хофф а ее нет 17 метров через 250 метров продолжается движение цирк ей богу здесь оператор вчера сидел на на 2 сек Еще 3.10 Нормально так, да? За 2 выезда на автобан 6 евро заплати Неплохо 10 там Плюс 7, 17 и 6 23 еврика, ничего так Вот же выезжают, значит я не туда поехал Значит я не туда поехал Вот видите, вот же они как-то выезжают здесь Значит я там что-то на выезде натупил Получается мне надо было браться левее Не в первый выезд, в который я съехал А во второй И тогда бы я вышел бы сюда Но там что-то я никаких указателей не видел Получается, да, мой косяк Эти 6 евро Это мой косяк Прямо над канаткой проезжаем Смотрите Вот туда у горы можно подняться Вообще здесь места Эпические, скажем так, по красоте Горные Да, тупанул, тупанул Ну что-то я там на кольце Я не видел там каких-то В Бреннер съезд или еще съезд Ну видно, там, ну там два выезда, да Получается я просто не в тот выезд нырнул Ну буду знать теперь на будущее Что нужно, там еще левее еще один выезд есть Вот нужно было туда выезжать И тогда бы 6.20 евро Не потратили бы Косяк, косяк, ну что Первый раз тут Ошибка хочется, будем знать Погнали на границу Нам оказывается билет на поезд Надо взять на границе Зарегистрироваться, пойти Просьм свою сказать, показать Зарегистрироваться Прямо здесь на границе, на въезде В Австрию Потому что нам поезд-то в Италии У нас получается нужно заехать в Австрию Развернуться и потом по националке Заехать в Италию Но мне так объяснили Сейчас разберемся Сейчас в любом случае перед границей Тормознемся Перепрошить Эту Австрийский прибор Надо перепривязать к другой карте Потому что ДКВ у нас не работает А он привязан к ДКВ Чем-то даже немного на Крестовую похоже Правда, вот смотрите горы Так Отдаленно напоминают Ущелье Дорожка Люди живут Красота Готовьтесь съехать с Автомагистрали Через 3 километра Через 3 километра будем съезжать Становимся Пойдем Возьмем Билет на поезд Австрия Острайх Прямо Билет на поезд Еще у нас там шталг Еще какой-то Ремонт же тут вроде Сужение Ремонт дороги Нам не сюда Нам дальше Нам немножко дальше Да, вот сейчас к грузовикам правее Еще правее Да, вот через 1100 метров к грузовикам направо Вот нам туда Правее, правее, правее Так можно правее После тоннеля Готовьтесь через 1 километра Подвигаться прямо Затем Через 3 километра Сигнал Через 1 километр Съеде Автомагистрали Все эти нюансы Пока поулаживаешь Да, все правильно Что заранее выехал Тут час времени Уйдет Туда-сюда Пока билет Пока То, пока Все Так Грузовикам Направо Продолжайте Все дела Вот нам тут надо Сейчас нам нужно Вот здесь вот Паркануться Готовьтесь через 700 метров двигаться Перепроложить Рула Проверь Через 80 метров Держитесь Продолжение Движение запрещено Пока кирпич Видите В общем Вот загораются Зеленые Вот поехали Не знаю Смотрите Вот едут И итальянцы На поезд Едут И поляк А что Они не могут Через Авструю Ехать Сами Тут я так понимаю Вот Весы Взвешивают Чуть ближе Поедем А вот еще Машины На поезд Заходят Все Нам загорелся Зеленый Поехали Да Здесь Весовая По осям Взвешивают И полная Масса Вы прибудете В конечный пункт Через 100 метров Так Все Мне махнул По весам У меня все Окей На поезд Я подхожу Махнул Есть Может вы видели Не знаю Полицай Сейчас мы Встанем Здесь что-то Видишь Полицай Полицай Это полицейская Парковка Ну мы сейчас Вот сюда На парковку Встанем Пойдем Порешаем Вопросы С нашим Прибором И Поедем На паркинг Ну и Пойдем Билет возьмем Я понимаю Ладно Мы едем Поездом А чего Все иностранцы Поездом Едут Столько Машин На поезд Ну тут Разные Поезда В общем Все Вот это Вот Это билет Наш Все время 13.20 Номер Машины Наш Все Бронь Пройдена Кстати Прибор Отмечает Дозвол Австрийский Что-то Полиция Бегает Чего-то Полица Этого Румына Аж Бегом Бежал Все Прибор Я тоже Перепровязал Пока К Е100 Потом С ДКВ Решим вопрос Обратно Вернем На ДКВ Что-то Полицай Видите Румына Румынский Габарит Что-то Он его Короче Заводит Его Уже Братан Не Поехал Вот Румын Нормально Отпустили Его Цогач Румынский Прицеп Итальянский Сейчас Мы поедем Режняк Идет По полной Режняк Идет По полной Так Нам тут Проехать Метров Пятьсот Надо Это всего На следующем Повороте Поверните Направо Вот Рула Рула Терминал Рула Это поезд Приборчик Уже Сработал Уже Дорожки Здесь Надо Оплатить Парковка 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 Паркинг Контроль Рула Сейчас Мы пойдем Сюда В эту Будочку Сходим Спросим А вот Тут Ростовский Стоит Здоров Коллега Что тут Надо туда Зайти В эту Будку Да Не надо А когда Они тут Дадут Отмашку Куда ехать А приходят Смотрят Да 13.20 А у тебя На 12.20 То есть Короче Он сам Отсюда Выгоняет Никуда Ходить Не надо Благодарю Первый раз Поэтому Ну А это Я в курсе Это я сейчас Пойду Сделаю Все Мы готовы Вот Чтобы загрузиться На поезд Надо еще Видите Сзади Тент Подвязать Цянусь Ремнем У всех Так Все Вот тут Бегает Австрияк С этой Вот Будочки Там Которая И он Дает Команду Ехать Дальше На следующий Паркер Антенна У нас Нет Вот Это Не Антенна Поэтому Нам Ничего Снимать Не Надо Стоим Ждем Когда нам Дадут Добро Разрешение Ехать Грузиться На поезд Но еще Рано Еще Еще Рано У меня Вон там Маленькая Антенна Что это за Антенна Ее и Снимать Не надо Ковурация Это Тем Надо Снимать Ну Длинные Антенны Которых А у Меня Это Маленькая Ее Снимать Не Нужно Ждем Пойдем Чайку Попьем Пока Вон Друзья Не знаю Видно Вам Не Видно Вон Пошел Поезд Видите Вот Так же И мы Поедем Вон Грузовики Стоят На платформах И Покатили Гиртека Вон Будьте здоровы Алексей Николаевич Спасибо Алексей Николаевич Все Пошел Пошлепал Паровоз Вот так и мы Пойдем Уже Через Пару Часиков Пока Кофеин Завариваем Все Поехали Время Пол первого Через 50 минут Погрузка На следующем Повороте Поверните Направо Так Что надо Здесь Делать Опять Что-то Заплатить Нужно Или что Я ничего Не понял На следующем Повороте Поверните Направо А нет Платить Не надо На следующем Повороте Поверните Направо Так ЛКВ Терминал Рова Направо На следующем Повороте Поверните Направо Тут рядышком Все Буквально Вот тут 600 метров 550 метров Какие горы Отвесные Перед нами Скалы Тяжко Тяжко С двадцаткой Мы прямо Над автобаном Проезжаем Под нами Автобан На следующем Повороте Поверните Направо Да Сейчас здесь Будут взвешивать На следующем Повороте Поверните Направо Затем Прибудете В конечный Бункт И становимся Здесь На парковку Все Понял Вы Достигли Конечного Бунта Правда Я не знаю Что-то Надо им Давать Не надо Здесь Здесь Паркетка. Все, посмотрел. Свою часть билета оторвал. Вес сверял, я указал. Тут все зависит, стоимость проезда от веса. А вон смотрится, грузовики идут. Сюда везут. Стоимость проезда зависит от веса. Видите, как автобан стоит на Италию. Вот так и мы поедем. А вот вагон, в котором люди едут. Так же мы там будем сидеть. Теперь отсюда ждем команды. Уже грузится сам поезд. Вот ростовский коллега. Что-то он говорил на 12.20 у него поезд. У него тоже, наверное, на 13.20, как и у меня. На Италию все едут медленно. Может, какой контроль на границе. Может, что. Потихонечку все сунуться, сунуться. Осталось недолго. В Австрии в поезде-то я уже ездил. Когда в Вену на экскурсию катался. В австрийских поездах. А вот скамейка еще не имела чести. Восполним. Вот видите, немец даже едет. Вот. Я вот не знаю, почему. Почему немец едет поездом? Немецкие номера, все. Что, не может поострее пешком пройти? Может. Мне вот этот вопрос не понятен. Смотрю, пацаны завелись. Наверное, сейчас поедем. Именно уже грузится. Вот, ходит хозяин. Это который вот на весах сидел. Румын вот паровозом едет. Идет. Чего знает. В чем причина? Почему? Так, автовоз пошел. Сейчас, наверное, и мы пойдем. Нет, пока стоять показывает. Пока что-то показал стоять. Ну, тут тоже разные поезда. Один в одну сторону, другой в другую. Вот, видите, вольве махнули. Ехать. Нам пока стоять. Это, наверное, вот, который на 12.30. Потому что вот ростовский стоял, у него было 12.30 поезд. Это вот они, наверное, все поехали. Все, последняя машина, видите, ушла и больше не вызывает. Так что ждем пока. Это не наш поезд, как говорится. Ну, так вот, видите, приходят они и без этих. Без тягачей. Вообще, одна компания, только Виннер. полный состав ихней техники. А сейчас здесь итальянские тягачи зацепят и поволокут развозить. Тоже, наверное, выгодно, раз так делают. Ну, у нас уже задержка. Уже 13.50. Полчаса назад мы уже должны были отправиться. Да, это вот перед этим уходили парни, которые на 12.20. Вот они где-то в это же время уходили. получается часовая задержка. Сейчас пока погрузимся. Ну, по идее, сейчас должен нам дать отмашку ехать. Что-то опять показывает ждать. Не понял я юмора. Сказал ждать и пошел. Субтитры сделал DimaTorzok